Добрый день, уважаемые 11-классники! Мы сегодня с вами рассмотрим очередную класс уравнений и неравенства, в частности, это уравнение неравенства с модулями. Но прежде чем это делать, хотелось бы, конечно, чтобы вы вспомнили, что такое вообще модуль числа. Значит, модулем числа А называется само это число, если оно не отрицательно, и число ему противоположное, если А отрицательно. То есть, что означает эта запись? Модуль числа 3 равен 3, силу определения. Модуль числа минус 3, это число противоположное к минус 3, это тоже тройка. На самом деле, простейшие уравнения неравенства с модулем вы уже рассматривали. В шестом и в восьмом классе. Точность простейшая. Допустим, уравнение вот такого вида. Как вы рассуждали? Если модуль равен 3, то это означает, что подмодульное выражение равно либо 3, или же минус 3. Получали два простейших уравнения, находили корни и выписывали ответ. Аналогично поступали с неравенствами. Допустим, рассмотрим такое неравенство. Как вы рассуждали? Вам нужно найти все эти числа, которые находятся на расстоянии меньше, чем 4 от начала координат. Это означает, что подобное неравенство может быть следено к двойному. Вот такого вида, что является решением. Но в этом случае все понятно. Что делать в том случае, если структура уравнения намного сложнее? Ну, на самом деле, что вы не тут можете сказать? Вы скажете, какие могут быть проблемы. Можно расписать каждый модуль по определению, рассмотреть все возможные комбинации, получить их 8 случаев в результате. И путем решения соответствующих систем найти корни того уравнения. Но это очень неудобно и трудоемко. А ваша задача – получить ответ минимальными затратами и быстрее, поскольку у вас речь идет о тайм-лимите на экзамене. Что я буду делать? Для каждого из подмодульных выражений есть точка, которая является критической. Что значит критическая? При переходе через которую знак будет меняться. Значит, отсюда у нас единичка, отсюда двойка, отсюда тройка. Тогда как я могу рассуждать? Я говорю так. Если я эти точки сейчас нанесу на область допустимых значений уравнения, а в данном случае это множество действительных чисел, то, решив это уравнение на каждом из полученных промежутков, я решу поставленную задачу. Так и поступим. Рассматриваем первый случай, когда х принадлежит интервалу от минус бесконечности до 1. Ваша задача – уйти от уравнения с модулем, к уравнению линейному или садимому к нему. Как это сделать? Берем произвольное число из этого промежутка, удобное для подстановки. Вот здесь легко взять 0. И подставляем в каждое подмодульное выражение. 0 минус 1 – минус 1 – число отрицательное, 0 минус 2 – минус 2 – отрицательное, 0 минус 3 – минус 3 – отрицательное. Тогда если вы вспомните определение модуля, модуль числа отрицательного, есть число ему противоположное. Значит, уравнение будет переписано в следующей ниге. Ну все, получили простую задачу за седьмой класс. Раскрываем скобки. Так, тут будет у нас с вами минус 3х. Что там у нас плюс 6? Равно двойке. Значит, минус 3х – это минус 4, откуда х – это 1,1. Но мы с вами рассматриваем это уравнение вот на таком промежутке. Число 1,1 этому промежутку не принадлежит. Значит, оно не является решением нашего исходного уравнения. Ну, теперь давайте рассмотрим второй промежуток. Ну, возьмем любое число, которое принадлежит этому промежутку. Допустим, 1,5. И начинаем проделывать операцию аналогичную шагом 1. 1,5 минус 1 – 0,5. Число положительное. 1,5 минус 2 – минус 0,5 отрицательное. Ну, и там, соответственно, у нас будет минус 1,5 тоже отрицательное. Раскрываем модуль. Получаем вот такое уравнение. Дальше раскрываем скобки. Так, два компонента у вас взаимно уничтожились. Здесь остается минус х равно 2 минус 3 минус 2 плюс 1. Двойки ваши ушли. Значит, минус х – это минус 2. Соответственно, х у вас получается. Двойка. Смотрим, опять же, принадлежит ли число 2 этому промежутку. Не принадлежит. Значит, опять не является решением. Неудача. Рассмотрим третий промежуток. Вот те, кто из вас уже люди опытные, сейчас поймут, что на третьем промежуточке, от двойки до тройки, корень мы получим. Подсказочка вот в этом месте есть. Вот видите, концевая точечка. Проделываем операцию аналогично первым двум шагам. Х минус 1 плюс х минус 2 минус х минус 3 равно 2. Значит, 2х минус 3 минус х плюс 3 – это двойка. Значит, х равно 2. Смотрим. Попали. Значит, это корень вашего уравнения. Ну и, наконец, рассмотрим четвертый случай. Когда х принадлежит промежутку от 3 до плюс бесконечности. Раскрываем. Х минус 1 плюс х минус 2 плюс х минус 3 – получается двоечка. Значит, 3х минус 6 – это двоечка. 3х – 8. Х – это 8 третьих или 2,2. И смотрим. Число 2,2 не принадлежит вашему промежутку. Значит, не является решением этого уравнения. Подобная методика получила название метода промежутков. И метод промежутков можно применять к решению не только уравнения, но на самом деле и неравенства подхожей структуры. Рассмотрим очередной пример. Следующее неравенство. Х плюс 1 по модулю прибавить. Х плюс 3 по модулю меньше 8. Как мы будем поступать? Аналогично предыдущему случаю. Каждое подмодульное выражение приравняем к нулю. Найденные корни нанесем на область допустимых значений неравенства. Областью допустимых значений является множество действительных чисел. Два числа разобьют эту числовую прямую на три промежутка. И я буду сейчас решать это неравенство на каждом из полученных промежутков. Рассмотрим первый случай. Поступаем аналогично предыдущей задаче. Ваша задача убрать модули. Берем произвольное число, подставляем, определяем знак подмодульного выражения. Ну если, допустим, возьмем число минус 4, здесь будет минус 3, здесь будет минус 1, числа отрицательные, модули чисел отрицательных и числа им противоположные. Значит, ваше уравнение перепишется в следующем виде. Раскрываем скобочки. Так, минус 2х меньше чем, тут минус 4 перенесли, 12. Значит, х должно быть больше чем минус 6. Значит, я напоминаю, когда вы обе части неравенства делите на число отрицательное, знак неравенства следует развернуть. На основании свойств неравенства. Вы решаете вашу задачу вот на этом промежутке. Мне сейчас нужно найти пересечение полученных множеств. Рисуем. Рисуем полученное решение. Неравенство у вас строгое, значит, точечка у вас выколотая. Выделяем все числа, которые больше, чем минус 6. А теперь я смотрю, на каком промежутке мы это делаем. Промежуток от минус бесконечности до минус 3. Где у вас общая часть? Вот она. Значит, решением будет являться интервал от минус 6 до минус 3. То же самое проделаем на двух оставшихся промежутках. Значит, это будет от минус 3 до минус 1. Возьмем число минус 2. Минус 2 плюс 1 минус 1. Знак минус. Минус 2 плюс 3 это 1. Знак плюс. Раскрываем. Приводим подобные. Компоненты взаимоуничтожились. Минус 1 плюс 3 это 2. Меньше 8. И вы получили верное числовое неравенство. Что это означает? Это означает, что любое число из этого промежутка является решением неравенства. И последний штрих. Рассматриваем промежуток от минус 1 до плюс бесконечности. Раскрываем. Х плюс 1 плюс х плюс 3 меньше 8. Теперь рисуем. Двоечка ваша. Выделяем все числа, которые меньше 2. И рисуем вашу область. Минус 1 до плюс бесконечности. Вот ваша общая часть. Что мы получили? Мы получили следующий факт, что на каждом из этих промежутков ваше неравенство имеет решение. Осталось их объединить. Берем первое решение. Объединяем со вторым. И с последним. Вроде все хорошо, но некрасиво. Почему некрасиво? Смотрим сюда и сюда. По этим точечкам следует множество склеить. Все. Вот так решается неравенство тем же методом промежутков. Сейчас вы вправе задать вопрос. Все выражения, которые здесь фигурировали, они линейные. А справедлив ли этот метод для уравнения или для неравенства, который, допустим, содержит тригонометрические функции или логарифмические функции и так далее? Справедлив. А сейчас давайте рассмотрим следующий пример. Рассужать мы будем с вами аналогичным образом. Каждое подмодульное выражение приравниваем к нулю. С первого случая получаем 3 в степени х, это 9, откуда х, это двойка. х минус 6, это 0, откуда х, это шестерка. Опять же, область допустимых значений, множественных чисел. Наносим полученные точечки. Получаем три промежутка. Выбираем число, подставляем, считаем. Я, допустим, возьму число 0. Почему 0? Очень легко возводить в нулевую степень. Поскольку у вас здесь показательное выражение, надо же выгодно брать числа. Так, 3 в нулевое единичка, значит, 9 минус 1,8 число положительное. Модуль опустили. Здесь, соответственно, отрицательное. Начинаем приводить подобное. Если вы сейчас выполните соответствующий перенос со стороны в сторону, у вас вот эти компоненты взаимоуничтожатся, вот эти компоненты взаимоуничтожатся. И получите 2 умножить на 3 в степени х, это 6. Откуда 3 в степени х, это тройка, а х единичка. Смотрим. Попали. Значит, нашли корень. Второй промежуток. От 2 до 6. Ну, берем тройку. 3 в кубе 27, 9 минус 27 меньше 0. Раскрываем. Теперь здесь. 3 минус 6 минус 3, отрицательное. Так, ну, начинаем, опять же, приводить подобные слагаемые. Минус 9 плюс 6, это минус 3, здесь девятка. Получили ложное равенство, это означает, что на данном интервале корней нет. И последний промежуток. От 6 до плюс бесконечности. Ну, допустим, 8. Подставили, определили знаки. Так, и смотрим, что у нас получается. Переносим, получаем 2х. Туда перенесем, получаем 18. И еще плюс 6, это 24. Откуда х, это 12. Принадлежит нашему интервалу. Все, значит, ваш исходное уравнение будет иметь сколько? 2 решения. 1 и 12. Метод промежутков. Метод промежутков является универсальным методом решения для уравнения неравенств, который содержит знак модуля. Но он не всегда является самым оптимальным. О других способах решения таких уравнений неравенств мы с вами поговорим в следующий раз. Здравствуйте, дорогие ребята. Мы с вами продолжаем изучение темы надорганизменной системы. Сегодня у нас второй урок по этой теме. Напоминаю, что мы идем по крымской программе учебник Сухоруковой. Тема сегодняшнего урока – это структура экосистем, пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. План сегодняшнего урока. Мы вспомним с вами, что такое биогиоциноз и экосистема. Мы вспомним с вами структуру экосистем, поговорим об экологических группах биогиоциноза. Вспомним, что такое цепи питания, какие бывают типы. Познакомимся с правилом экологической пирамиды. Напоминаю, что этот материал вы частично изучали в 9 классе, поэтому база у нас для рассмотрения есть. Итак, экосистема и биогиоциноз. Понятия очень близкие, часто употребляются в одном и том же смысле. Часто говорят структура экосистемы, структура биогиоциноза, говоря, имея в виду одно и то же. Но между этими понятиями существует все-таки разница. Термин биогиоциноз предложен в 1940 году русским ботаником-экологом Владимиром Сукачевым. По его определению, биогиоциноз – это совокупность популяций разных видов, объединенных между собой и со средой обитания, круговоротом веществ и потоками энергии. То есть биогиоциноз представляет собой биоциноз, то есть живое население данного территории, и биотоп, то есть саму территорию, саму абиотическую часть. Понятие экосистемы обведено чуть раньше, в 1935 году, английским экологом Артуром Тенсли. И сейчас считается, что экосистема – это более широкое понятие. Экосистема не обязательно привязана к какой-то определенной территории. Экосистема не обязательно существует длительно, то есть устойчиво во времени. Экосистема не обязательно создана природой, она может быть и искусственной. Пример экосистемы – например, аквариум, например, зоопарк, например, лесной пень, например, лужа, которая существует всего неделю. И также устойчивые биогиоцинозы тоже мы называем экосистемами. Таким образом, более грамотным понятием является биогиоциноз. Это термин сборный, био означает жизнь, гео-земля, циноз-сообщество. И, соответственно, на слайде вы можете видеть, из чего он состоит. Это биотоп, то есть абиотическая часть биогиоциноза, включает в себя почву, атмосферу, рельеф, соленость и другие абиотические характеристики. И также биоциноз. Это живое население данной территории. Это фитоциноз, растение, обычно это основа любого биогиоциноза. Это зооциноз, животное, населяющее данную территорию. Это микробиоциноз, все микроорганизмы данной местности. Это также микобиоциноз, то есть грибы, которые населяют данный биоциноз. Структура биогиоциноза или экосистемы. Эти термины, повторяю, часто употребляются в одном и том же смысле. Структуру выделяют видовую. Это совокупность всех видов, населяющих данное сообщество. Как правило, их много. Для того, чтобы сообщество было устойчивым, крупных видов должно быть не менее 500. Если меньше, уже сообществу грозит вымирание. И вообще, чем выше видовое разнообразие, тем, соответственно, устойчивее, стабильнее данный биогиоциноз. Тем лучше в нем развита саморегуляция, тем к более длительному существованию во времени он способен. И также способен выдерживать все изменения окружающей среды и к ним приспосабливаться. Далее, пространственная структура. Распределение популяции разных видов в пространстве. Чаще всего говорят о ярусности. Она больше присуща растениям. Но также и животные распределяются по разным ярусам. Также еще можно вспомнить и мозаичность. То есть горизонтальное распределение, в отличие от ярусности, которое является вертикальным распределением живых организмов. И, наконец, трофическая структура. Это те связи, которые являются, наверное, основополагающими. Образно говоря, это кто кого ест. Это те пищевые взаимодействия, которые складываются между живыми организмами в биогиоцинозе. Это уже биотические связи. В любом биогиоцинозе можно выделить важнейшие функциональные блоки. Первая группа – это продуценты. Это производители. Это автотрофные организмы, способные усваивать энергию солнца и переводить световую энергию в энергию химических связей и органических соединений. Это растения, зеленые растения. Это частично бактерии, цианобактерии, которые и способны к такому типу питания. То есть по типу питания они являются автотрофами. Вторая группа – это консументы, потребители органического вещества, которые сами его не в состоянии создавать из неорганики, но способны его преобразовывать в другое органическое вещество и частично разлагать до неорганического. Например, до углекислого газа и воды. Потребителями являются животные, являются грибы, являются бактерии. Опять же, не все, но частично. И, наконец, очень важная группа – это редуценты. Это те сапротрофные организмы, которые способны разлагать органическое вещество до неорганического. Органическое вещество к ним доходит, как правило, уже в отмершем виде, то есть это останки животных и растений. И важнейшая роль редуцентов этого почвообразования – это завершение круговорота веществ, это преобразование органики в неорганику для того, чтобы она стала доступным для минерального питания растений. Как вы помните из «Ботаники», растения усваивают из почвы воду и растворенные в ней неорганические, то есть минеральные вещества. Продуцентов можно разделить по типу питания автотрофного на фотосинтетиков, те, которые усваивают энергию Солнца, их огромное большинство, и хемосинтетиков. Вспоминайте, пожалуйста, хемосинтез. Это тоже автотрофный способ питания, характерный для некоторых бактерий, которые способны усваивать энергию простых неорганических соединений и с помощью этой энергии синтезировать органику, синтезировать тоже глюкозу из углекислого газа. Ну а консументы различаются по способам питания. Это животные, питающиеся растениями, это хищники, это всеядные животные, это сапротрофные животные. То есть здесь мы видим достаточно большое разнообразие. И редуценты. Деление это условно на детритофагов и деструкторов, потому что, по сути, это одно и то же. Детритофаги – это означают организмы, питающиеся отмершей органикой, ну а деструкторы – это то, что они с этой органикой делают, то есть разлагают ее до неорганических соединений. Все организмы можно выстроить по цепочкам. Пищевые цепи – это последовательности организмов, в которой каждое предыдущее звено является пищей для последующего. Соответственно, пищевые цепи строятся, начиная с продуцентов, затем консументы разных порядков, и заканчивается все редуцентами. Здесь показаны примеры двух цепей питания – наземной и водной. Это достаточно типичные цепи питания. Но кроме такой более распространенной, более привычной нам цепи питания, существует еще один вид цепи. Первая цепь – это пастбищная цепь, цепь выедания. Немножко неблагозвучный термин, но тем не менее суть он передает. Это та цепь, которая начинается с продуцентов. А существует еще детритная пищевая цепь, цепь разложения, которая начинается с отмершей органики. Конечно же, масса органического вещества и энергии, которая передается по звеньям этой цепи, больше в пастбищной пищевой цепи, в детритной – меньше. Также можно выделить такое понятие, как трофический уровень. То есть положение особей данного вида в цепи питания – это есть его трофический уровень. Вернемся к пищевым цепям, к примерам. Посмотрите, пожалуйста, продуценты – это первый трофический уровень, консументы первого порядка, то есть травоядные животные – это второй трофический уровень. Далее третий, четвертый – это все консументы. И последние уровни – это редуценты. Уровень этот имеет нумерацию в зависимости от количества консументов. Консументов не может быть много, но почему – об этом поговорим чуть позже. В природе чаще всего существуют не цепи питания, а сети, потому что многие организмы по типу питания являются эврифагами. Помните этот термин с предыдущего урока? Эври означает «широко», то есть пищей могут служить самые разные объекты. И посмотрите, пожалуйста, на эту схему, как здесь все сложно переплетено. Продуценты могут служить пищей самым разным травоядным животным. Они, в свою очередь, могут стать добычей хищников тоже самых разных порядков. Ну и редуценты здесь не показаны, мы помним о том, что они есть. Чем более разветвленные трофические цепи в биогиоцинозе, тем более устойчивым он является, тем более стабильным он будет во времени. Следующий наш вопрос – это особенности передачи энергии по пищевым цепям. Посмотрите, пожалуйста, здесь показана пастбищная пищевая цепь, которая начинается с продуцентов и заканчивается затем редуцентами через промежуточные звенья консументы различных порядков. Как вы видите, в процессе передачи вещества и энергии по цепям питания происходят значительные потери энергии и расход ее. В процессе передачи энергия расходуется на процессы жизнедеятельности, то есть на обмен веществ, на движение, на жизнедеятельность живых организмов и большие потери тепла, которая просто уходит в атмосферу. И, соответственно, при передаче на каждое следующее звено энергия теряется. Энергия теряется. И посмотрите, пожалуйста, экологи выделяют понятие экологической пирамиды. То есть на каждом последующем уровне, как вы видите здесь, количество организмов, количество объектов питания уменьшается. Существуют пирамиды разные. Пирамида численности, можно посчитать количество особей на разном трофическом уровне. Пирамида биомасс, пирамида энергии. Наиболее часто используется пирамида биомасс. Она чаще всего встречается и в практических заданиях, и в теоретических вопросах. Эколог Раймонд Линдеман сформулировал правила экологической пирамиды, которая гласит, что каждый последующий уровень получает всего лишь 10%, примерно 10% вещества энергии, которое было запасено на предыдущем уровне. Остальное, как мы с вами уже сказали, расходуется на процессы жизнедеятельности и теряется в виде тепла. Вот здесь показаны некоторые примеры пищевых цепей и, соответственно, пирамид. Когда человек впервые видит эти пирамиды, они кажутся ему совершенно нереальными, потому что всего лишь нужно дельфину поддержать 1 кг массы или вырасти на 1 кг. И посмотрите, пожалуйста, целую тонну водорослей для этого нужно использовать. Конечно, нужно учитывать промежуточные звенья. То есть, чтобы консумент 1-го, 2-го, 3-го порядка поддержал свою массу в 1 кг, ему нужно употребить в течение какого-то времени 10 кг рыбы. Соответственно, эта рыба должна съесть 100 кг моллюсков и примерно тонна, 1000 кг водорослей должно служить пищей для этих моллюсков. Это водная пирамида. И, соответственно, смотрим на пирамиду наземную. Здесь немножко больше звеньев. И, как видите, еще больше требуется ресурсов первичных, то есть производителей, продуцентов луговых трав, для того, чтобы прокормить хищную птицу, ястреба, которая находится уже на 1, 2, 3, 4 на 5-м трофическом уровне. Таким образом, мы с вами сегодня повторили некоторый материал, который вы изучали в 9-м классе, и, соответственно, его немного углубили. Мы поговорили о том, что такое биогиоциноз и экосистема. Мы выяснили структуру экосистем. Мы выяснили, какие экологические группы входят в биогиоциноз. Разобрались с цепями питания, что это такое и какие бывают типы. И познакомились с правилами экологической пирамиды. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. Здравствуйте, ребята. Мы продолжаем с вами цикл уроков 11-го класса по химии. Мы начали с вами с разбора неметаллов, и на прошлом уроке с вами разбирали окислительные свойства азотной кислоты. Сегодня мы с вами начинаем разбор окислительных свойств серной кислоты, поскольку это два самых важных соединения неметаллов, и наиболее часто встречающиеся в заданиях ЕГЭ. Итак, окислительные свойства серной кислоты. Давайте с вами вспомним, что серную кислоту называют еще хлебом химической промышленности, поэтому это очень важное соединение, с которым мы сегодня с вами знакомимся. Если точно сказать, то вы знакомились с ним и раньше, еще в 9-м классе, а сегодня мы с вами повторяем, обобщаем и углубляем изученный материал. Итак, серная кислота, H2SO4, и вспоминаем ее физические свойства. Это тяжелая маслянистая жидкость, купоросное масло еще называют, нелетучая, хорошо растворимая в воде, с сильным нагревом. Температура кипения и температура плавления вы видите на экране. Она очень гигроскопичная и обладает водоотнимающими свойствами. Вспомните, что она обугливает бумагу, древесину и сахарозу. Теплота гидротации настолько велика, что может смесь скипать и разбрызгиваться, а также вызывать ожоги. Поэтому необходимо добавлять кислоту к воде, а не наоборот. Поскольку при добавлении воды к кислоте более легкая вода окажется на поверхности кислоты, где и сосредоточится вся выделяющаяся теплота. Поэтому помните, что кислоту приливают малыми порциями в воду, а не наоборот. Получение серной кислоты происходит контактным способом. Вам представлена схема получения серной кислоты. И схема состоит из трех стадий. Первое – сжигание серосодержащих веществ, руд, точнее перита. Вторая стадия идет окисление оксида серы четырехвалентного. И третья стадия – это взаимодействие с водой оксида серы шестивалентного. Или фактически получение олеума. Идем дальше. И химические свойства серной кислоты мы сегодня с вами рассмотрим с двух точек зрения. Первая – это неорганическая кислота, так же, как и все кислоты, обладает одинаковыми общими свойствами. И вторые свойства кислоты – это будут рассмотрены особые свойства серной кислоты. Итак, разбавленная серная кислота с концентрацией порядка 20% проявляет общие свойства кислот. Это одна из самых сильных минеральных кислот, и из-за высокой полярности связь H-O легко разрывается. Вспомним, в какие реакции вступает серная кислота, проявляя общие свойства. Первое – это в водном растворе серная кислота диссоциирует и окрашивает индикаторы. Вспомним, что свойства индикаторы окрашиваются в красный цвет. В красный цвет и диссоциация, поскольку кислота двухосновная, происходит по двум ступеням. Суммарное уравнение диссоциации у вас представлено на доске. Итак, второе свойство – это взаимодействие серной кислоты с металлами. Помним, что металлы, стоящие в ряду напряжений левее водорода, вытесняют водород из разбавленных растворов кислот. Следующее свойство – это взаимодействие серной кислоты с основными и амфотерными оксидами. В результате реакции образуется соль серной кислоты, сульфат меди и вода. Взаимодействие серной кислоты с гидроксидами происходит соответственно уравнением реакции. В результате реакции образуются сульфаты и вода. Помним, что она реагирует как с растворимыми, так и с нерастворимыми основаниями. Ну и еще одно общее свойство – это взаимодействие серной кислоты с солями. Это обменные реакции, и они происходят, ребята, только тогда, если сообразуется слабый электролит, газ или нерастворимое вещество. Очень часто такие реакции используются в качестве качественных реакций для определения сульфат иона, который сопровождается выпадением осадка белого цвета. В данном случае на доске представлено уравнение реакции взаимодействия хлорида-бария с серной кислотой. В результате реакции образуется барий СО4 – это нерастворимое в кислотах вещество белого цвета. Оно используется для обнаружения серной кислоты и растворимых сульфатов, то есть используется в качестве качественной реакции на сульфат ионы. Следующие свойства серной кислоты – это свойства серной кислоты концентрированной. Порядка более 70% она может проявлять особые свойства. Особые свойства заключаются, ребята, в том, что реакции могут происходить в двух направлениях. Это реакции, происходящие без изменения степени окисления и реакции, которые будут являться окислительно-восстановительными. Итак, реакции без изменения степени окисления представлены у вас на доске. Это взаимодействие с нитратом калия, с хлоридом натрия. Обратите внимание на то, что и нитрат калия, и хлорид натрия используются твердые вещества, а серная кислота берется концентрированная. Обратите внимание на то, что реакция с хлоридом натрия может произойти двумя способами. И первый, и второй способ представлены на доске. В одном случае образуется гидросульфат натрия, в другом случае просто сульфат натрия. Обе реакции протекают при нагревании. А вот первая реакция, ребята, с нитратом калия протекает лишь при незначительном нагревании, потому что при более высоких температурах азотная кислота, которая выделяется в результате реакции, будет разлагаться. Следующее свойство, мы сказали, это окислительно-восстановительные реакции с участием серы в степени окислений плюс 6. Итак, в этой степени окисления помним, что сера является сильным окислителем за счет иона С плюс 6. И серная кислота взаимодействует с металлами, концентрированной со всеми, кроме золота и платины. При этом она может восстанавливаться до СО2, сера в степени окисления плюс 4, С0 и H2С, сера в степени окисления минус 2. Все это зависит от активности металла. Без нагревания не реагирует с железом, алюминием и хромом. И, ребята, вспомним, что происходит такое явление, как пассивация без нагревания. А вот при нагревании эти металлы будут реагировать с концентрированной серной кислотой. При взаимодействии с металлами, обладающими переменной валентностью, последние будут окисляться до более высоких степеней окисления, чем в случае с разбавленным раствором кислоты. Обратите внимание, железо будет принимать степень окисления плюс 3, хром будет принимать степень окисления плюс 3, марганец переходит в марганец плюс 4, а олово переходит в олово плюс 4. Более подробно остановимся на взаимодействии с металлами концентрированной серной кислоты. Если металлы находятся в ряду активности до цинка, металлы восстанавливают концентрированную серную кислоту до H2S или S. Перед вами представлены уравнения взаимодействия магния с концентрированной серной кислотой, алюминия и цинка. Обратите внимание, что везде сера принимает степень окисления минус 2, и продукт восстановления серной кислоты будет H2S. Металлы средней активности, приведен пример взаимодействия хрома с концентрированной серной кислотой, будут восстанавливать серную кислоту до серы в степени окисления 0. Вспомним, что металлы при этом являются восстановителями, а сера в степени окисления плюс 6 является окислителем. Металлы, находящиеся в ряду напряжения или в ряду активности от железа до серебра, посмотрите, восстанавливают серу из степени окисления плюс 6 до серы в степени окисления плюс 4, до SO2. Вспомните, что это газ, который будет выделяться бесцветный в результате реакции. Перед вами представлены уравнения взаимодействия железа, висмута, меди и серебра. Давайте вспомним, что концентрированная серная кислота способна окислять и некоторые неметаллы, и, как правило, до максимальной степени окисления. Часто образуются в реакциях кислоты этих неметаллов. Посмотрите, сама серная кислота будет восстанавливаться до SO2, сера будет принимать степень окисления плюс 4, и перед вами реакции взаимодействия углерода, серы и фосфора с концентрированной серной кислотой. Обратите внимание, что в результате реакции образуются такие продукты СО2 и H2O. Мы с вами помним, что это слабая угольная кислота. Сера дает образование СО2 и H2O, и это что мы с вами вспомним? Слабая сернистая кислота. С фосфором образуется в результате реакции фосфорная кислота в крайней степени окисления. Следующее свойство – это окисление сложных веществ. Ребята, напоминаю, что очень часто окисление сложных веществ встречается в заданиях 30 и 32 в ЕГЭ. И серная кислота способна окислять галоген, содержащий кислоты, до свободных галогенов. Обратите внимание на два типа реакций. Это взаимодействие галоген-водородной кислоты с концентрированной серной кислотой. Серная кислота восстанавливается до СО2. Аналогично происходит реакция с бромидом калия. Продукты реакции абсолютно одинаковые. Обратите внимание, и в первой, и во второй реакции выделяется СО2. Точно так же происходит реакция с йодоводородной кислотой и с иозидами. Концентрированная серная кислота не может окислить хлорид ионы до свободного хлора, что дает возможность получать хлороводород по реакции обмена. В самом начале урока мы с вами об этом сказали. Итак, H2SO4 – серная кислота способна отнимать химически связанную воду еще и от органических соединений, содержащих гидроксильные группы. Посмотрите, этот вопрос встречается в заданиях 33 ЕГЭ. И органические вещества под действием серной кислоты концентрированы, способны к внутримолекулярной или межмолекулярной дегидратации. В случае внутримолекулярной дегидратации отнятие воды происходит внутри одной молекулы и из этилового спирта образуется этилен. А межмолекулярная дегидратация приводит к образованию из двух молекул спирта к образованию диэтилового эфира. Обугливание сахара, целлюлоза и крахмала, а также других углеводов при контакте с серной кислотой объясняется также ее обезвоживанием. Вспомним, что у нас есть два сильных водоотнимающих средства. Это оксид фосфора-5 и концентрированная серная кислота. Поэтому в реакциях, где используются данные вещества, очень часто продуктом реакции является вода. Итак, ребята, мы с вами сегодня рассмотрели очень подробно окислительные свойства серной кислоты. Я надеюсь, они помогут вам справиться с домашним заданием, а также подготовиться к ЕГЭ. Подробно окислительные свойства серной кислоты рассматриваются в учебнике «Химия 11 класс» в параграфе 39, страница 180-181. Закрепить полученные знания вам помогут упражнения и тестовые задания после этих параграфов. А упражнение третье под буковкой «А» на странице 183 вам поможет подготовиться к ЕГЭ по химии. Успешной сдачи ЕГЭ вам, ребята! Субтитры подогнал «Симон»!